Зараженных ВИЧ-инфекцией выявили в одной из поликлиник. Ранее им переливали кровь. В прямом эфире Первого канала Евразия. Главные новости в студии Талгат Байгужинов. Здравствуйте. Вашему вниманию то, о чем мы еще расскажем в выпуске. Больше 40 миллионов тенге выманили мошенники у пенсионеров. По телефону им сообщали страшные новости, которым было сложно не поверить. Люди живут на кладбище, и такое соседство с мертвыми живых не пугает. Боятся местные совершенно другого. Масштабную спецоперацию провели оперативники. Задержана банда рэкетиров, орудовавшая на популярном у казахстанцев курорте. Троих ВИЧ-инфицированных пациентов выявили в Центральной клинической городской больнице. Они перенесли переливание крови в отделение реанимации. И спустя месяц должны были пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. У троих тесты оказались положительными. Комиссия проведена внутреннее расследование. Были обследованы доноры, медработники и контактные лица. По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованы с отрицательным результатом. И новых, я хочу отметить, и новых фактов не выявлено. Итоги работы комиссии переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. И сегодня стало известно, что по данным фактам Минздрав начал расследование. В состав комиссии привлечены специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. Деньги, накопленные на специальных счетах по проекту «Нацфонд детям» нельзя использовать для оплаты обучения в колледже. Все потому, что снятие этих средств возможно только по достижении 18 лет. Законопроект, в котором прописаны все правила и условия, обсудили и приняли сегодня депутаты в первом чтении. Моя коллега Жанель Конедин расскажет все подробности. Да, использовать накопившуюся сумму не получится также и для того, чтобы оплатить лечение ребенка. Эти средства могут быть направлены только на две цели. На обучение по достижению совершеннолетия и на приобретение жилья. При выборе второго варианта семьи, где есть несколько детей, могут объединить деньги в один общий счет. Если, например, у ребенка накопленные деньги составляют 20% и 80% родителей дают деньги на покупку жилья, то обязательное требование, чтобы это жилье было оформлено на ребенка. Оператором проекта станет ЕНПФ. Обращаться в госорганы не нужно. Со следующего года выплаты автоматически начнут падать на специальные детские счета фонда. Если же ребенок, который достиг совершеннолетия, решит не использовать эти деньги, то после 10 лет хранения их переведут на пенсионный счет. Что касается суммы накопления, то они могут увеличиться в зависимости от доходности нацфонда. По прогнозам, сумма для детей, которые получат помощь от национального фонда, составляет 3500 долларов. Со следующего года эта сумма может увеличиться для тех, кому 18 лет и младше. В результате изменения годового дохода нацфонда. И сегодня же депутаты рассмотрели еще один важный законопроект. Возврат незаконно выведенных активов из Казахстана. В первую очередь под проверку попадут олигархи и чиновники, которые когда-то занимали или сейчас занимают высокие посты. А также те, чье состояние превышает 100 миллионов долларов. Правда, у них будет шанс признаться в хищениях добровольно. В таком случае наказание не грозит. За исключением того, что весь капитал придется вернуть государству. Если нет преступления, наказание уже, то, что он уже вернул, уже как бы он лишился тех благ, которые у него были. Но когда есть речь идет о доходах, которые приобретены преступным путем, тогда уже включаются совсем другие механизмы. Это уже уголовный кодекс. Есть самые разные виды экономических преступлений. Там рейдерство, превышение властных полномочий. Если в результате этого было, то это уже другая история. Можелесмены сегодня приняли документ в двух чтениях. Теперь его отправят на одобрение сенатором. И после того, как президент подпишет документ, закон вступит в силу. Жанель Канедин, Максус Арабаев, Астана, Первый канал, Евразия. Лесный пожар продолжает тушить в области Абай. Накануне огнеборцы совершили подвиг. Остановили пламя в 30 километрах от города Семея. К данному часу прямой угрозы населенным пунктам нет, сообщают в оперативном штабе. Тушение пожара продолжается на четырех участках. В селе Поднебесное, поселке Шульбинск, в селе Жерновка и Каштагском лесничестве. Тем временем в Генеральной прокуратуре полным ходом идет расследование по факту халатности. Об этом мы расскажем чуть позже. Огонь продолжает бушевать и в Канаде. По последним данным сгорело уже более 5 миллионов гектаров леса. Министр по чрезвычайным ситуациям страны заявил, что Канада переживает худший сезон лесных пожаров. Справиться со стихией становится все сложнее. По информации власти, сейчас активны как минимум 400 очагов. Половина из них вышли из-под контроля. По данным пожарной службы, к тушению некоторых участков они пока даже не будут приступать, так как на это сейчас не хватает сил и средств. Что еще происходит в мире, смотрите в нашем традиционном обзоре. В Китае крыша летней террасы ресторана унесла в небо официантов. Все произошло в одной из провинций, где ураган сорвал на вес заведения. Молодые люди пытались справиться со стихией и держали за металлические опоры. Как вдруг конструкция взмыла вверх, прихватив с собой испуганных людей. Непогода едва не стоила им жизни. Но, к счастью, все целы и невредимы. Пострадал лишь владелец общепита. При падении он сломал несколько ребер. Около 60 мигрантов погибли по пути в Италию. Они плыли на лодке, которая перевернулась неподалеку от берегов Греции. При этом удалось спасти порядка сотни человек. Власти называют это самым крупным крушением судна с мигрантами в этом году. Накануне нелегалы были замечены и возле Испании. Более сотни задержала береговая охрана. Они пересекали Атлантический океан на деревянных лодках. Как рассказали испанские власти, только за этот год в страну по воде добрались более 8 тысяч мигрантов. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности в суде. Он считает, что его подставили, чтобы не подпустить к предстоящим президентским выборам, в которых он планирует схлестнуться с Джо Байденом. Напомню, республиканца обвиняют по 37 пунктам, главный из которых – подрыв безопасности США. По версии следствия, Трамп хранил конфиденциальные документы о ядерном оружии в туалетах и кладовых своей резиденции, что противоречит законам Америки. На данный момент идет расследование. И если удастся доказать вину Трампа, то его ждет многолетнее тюремное заключение. 18-летний курсант сил самообороны Японии убил двоих военнослужащих и одного ранил. Последний находится в больнице. Известно, что обвиняемый в убийстве приступил к службе в апреле. Огонь в инструкторов открыл целенаправленно. Другие подробности шокирующего ЧП расскажет моя коллега Айгири Муздебаева. Кадры сняты с помощью дрона. Видно, как карета скорой помощи забирает тело, накрытое белой тканью. Место, где произошло убийство, полностью перекрыто. У входа на территорию полицейские. Рядом местные жители и журналисты с камерами, которые пытаются выяснить детали произошедшего. Везде отцепление. Мы не могли войти внутрь. Поэтому я не знал, что случилось, но понимал, что произошло что-то страшное. Уму непостижимо. Очень жаль погибших. Чуть позже с официальными данными ознакомит генеральный секретарь кабинета министров Хирукадзо Мацуна во время пресс-конференции, отметив, что стрелявший уже задержан. Инцидент произошел сегодня в 9 утра на полигоне Хино-Кихон в префектуре Гифу в центральной Японии. Три человека получили ранения. Парень, который произвел выстрел, уже задержан. Мы пока не готовы разглашать подробности в связи с продолжающимся расследованием. Как стало известно, 18-летний курсант во время военной подготовки произвел 8 выстрелов в инструкторов, которые проводили обучение молодых военнослужащих. Выстрелы были не случайными. В итоге жертвами стали один мужчина в возрасте 50 лет и двое чуть старше 20. После полученных ранений всех троих доставили в больницу. В живых остался один из инструкторов. А его состояния информации пока нет. После этого происшествия мы временно приостановили все тренировки по боевой стрельбе и взрывным работам в Японии. Мы поручили ответственным лицам проверить безопасность всех военнослужащих, чтобы мы могли быть уверены, что такие инциденты больше никогда не повторятся. Насилие с применением огнестрельного оружия остается крайне редким явлением в Японии. Но с июля прошлого года произошло несколько заметных инцидентов. Бывший глава правительства Синзо Абе был застрелен протестующим на политическом митинге. Абе был премьер-министром Японии дольше всех, и его смерть глубоко потрясла страну. Напомню, в мае этого года 31-летний Масонори Аоки, сын местного чиновника, убил четырех человек, в том числе двух полицейских, с применением ножа и ружья в районе Нагано. Приговор Аоки еще не вынесли, он находится под стражей. Айгири Муздебаева, Первый канал, Евразия. О судьбе игорных заведений Кунаева рассказал на брифинге глава региона Марат Султангазиев. По его словам, казино сегодня работают, и их переезд не планируется. К ним предъявляются требования, чтобы они работали как развлекательный центр. Это международный опыт. Казино работает само по себе. Кроме того, можно организовать кинотеатр, аквапарк, торговый центр. Аким отметил, что в целом в сфере развлечений трудятся 3,5 тысячи человек. Если говорить о том, что в городе 61 тысяча жителей, то десятая их часть занята в данной сфере. Казино ежегодно платят в местный бюджет 80-90 миллиардов тенге налогов. Это огромные средства. Как бывшему главе Департамента полиции Алматинской области Серику Кудибаеву удалось сбежать из Казахстана? На этот вопрос сегодня ответил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев. По его словам, Кудибаев пересек границу в Кигенском районе через подземный подкоп, подняв металлическое ограждение. До границы его довезли на авто. Водитель не знал о замысле беглого генерала, поэтому за содействие его наказывать не будут. Однако одного соучастника в деле о побеге Кудибаева задержали. Возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Напомню, Серика Кудибаева признали виновным в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия. И приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что во время январских событий он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание Департамента полиции. Из Казахстана Кудибаев сбежал примерно 23-24 марта. Его объявили в розыск. Спустя около месяца его задержали в Турции и доставили в Казахстан. Тела подростков ищут в Атараусской области. Что случилось, знает моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей Мария Барфенова. Здравствуйте. Двойная трагедия произошла в поселке Геолог. Два брата, 15 и 16 лет, купались в необорудованном месте на реке Жаик и внезапно ушли под воду. Глубина здесь от 3 до 5 метров. Спасатели немедленно добрались до места. Они прочесывают акваторию на лодках, но пока безуспешно. Пятилетнюю девочку изнасиловали в Восточно-Казахстанской области. Такое пугающее сообщение в мессенджерах распространяют жители села Глубокое. Сельчане утверждают, что над ребенком надругался 30-летний мужчина, а после бросился в бега. К сообщениям прилагалась и фотография предполагаемого преступника. В полиции сообщили, что подозреваемый уже водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Правда, в департаменте полиции не сообщают, по какой именно статье началось расследование. Сослались на тайну следствия. Продолжение получила громкая история о загадочной гибели студентки в Актобе. О ней мы рассказывали накануне. Бездыханное тело 19-летней девушки нашли под окнами многоэтажки. В полиции тогда завели дело о доведении до самоубийства, но родные погибшие были убеждены сразу. Причин накладывать на себя руки у нее не было. И в квартире в роковой момент она была не одна. Родственники требовали переквалифицировать дело. Сегодня стало известно, что кроме доведения до суицида, оперативники начали следствие и по статье изнасилования. А подозреваемого уже задержали. Банду ракетиров задержали в Бурабае. Группа молодых людей держала в страхе местных жителей. Бандиты заставляли их брать деньги и товары в кредит через мобильный банкинг. Если кто-то проявлял несговорчивость, угрожали расправой. Чтобы поймать криминальную группировку, силовики провели масштабную спецоперацию. Задержаны 8 подозреваемых, четверо из них уже в изоляторе. Расследование ведется по статье «Вымогательство». 13 пенсионеров стали жертвами мошенников в Костанайской области. Большую аферу раскрыли полицейские. Преступники играли на эмоциях пожилых людей. Сообщали им о якобы серьезной аварии, в которую попали их родственники. А чтобы решить вопрос, требовали крупную сумму денег. Опомниться и позвонить родным, чтобы узнать, все ли с ними в порядке, шокированным пенсионерам попросту не давали. Правоохранителям удалось вычислить шестерых телефонных злоумышленников. В общей сложности они выманили у пенсионеров больше 40 миллионов тенге. Их взяли на месте с десятками тысяч долларов при себе. Значит, расследование. Очередное ЧП с пассажирским автобусом в Шимкенте. По словам водителя, у многотонные махины отказали тормоза, и чтобы не врезаться в другие авто, он решил съехать с дороги. Как итог, автобус въехал в столб. В момент ДТП в салоне находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Между тем, инженер-механик компании, которой принадлежит транспортное средство, уверяет, что тормоза были исправны. Всю хронологию событий и причину аварии предстоит установить следствию. Напомним, пару месяцев назад на этом же месте произошла подобная авария и тоже с участием пассажирского автобуса. Он сбил шестерых человек. Пяти раскончались. После инцидента руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей. Популярный казахстанский певец Туреголи Туреали снова в центре скандала. В этот раз он сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила экспертиза. Черный внедорожник эстрадного исполнителя днем на улице Майлина заветили сотрудники патрульной полиции. Во время преследования водитель проскочил на красный сигнал светофора, отрываясь от погони, создавал аварийную ситуацию. Повредил припаркованный автомобиль, а в момент задержания вел себя крайне агрессивно, даже пытался скрыться с места происшествия. Полицейским пришлось с силой вытаскивать водителя из машины. В итоге в отношении нарушителя составили шесть протоколов. Джип отправили на штрафстоянку, а самому певцу придется снова предстать перед судом. К этому часу у меня все, Талгат, тебе слово. Спасибо, Маша. Я продолжу главные новости. Дети не летают. Этот грустный слоган популярен сейчас в Павлодарской области. За прошлый год из окон выпали 10 детей, в этом году уже четверо. Последний случай мы освещали. Ребенок выпал с 10 этажа, он получил множество тяжелейших травм, находился в коме, а через неделю умер, так и не приходя в сознание. Все государственные органы региона решили объединить усилия в борьбе с открытыми окнами многоэтажек. Они заключили меморандум с бизнесменами. Горожанам предложат помощь в установке безопасных механизмов. Оконные компании готовы предоставить блокираторы по себестоимости, а также своих специалистов для их установки. Некоторым семьям предприниматели готовы помочь бесплатно. Пригласили также производителей пластиковых окон узнать, чтобы цену, и, соответственно, можем ли мы в рамках социальной ответственности бизнеса сейчас начать устанавливать эти блокировки в рассрочку, потому что не каждая семья потянет. По данным властей, в Ахсу и Экибастузе почти 70% всех окон на верхних этажах с блокираторами. По Павлодару такой статистики нет. Неизвестные готовят пищу прямо на могилах заброшенного кладбища в центре Алматы. А мусор выбрасывают туда же. Местные жители обнаружили, что в некоторых захоронениях есть подозрительные подкопы. Но самое неожиданное, что могилы располагаются прямо во дворах домов. Наш корреспондент Жанар Канафина расскажет подробности. Евгения Морозова рассказывает о малостаничном кладбище, об известных людях, которые здесь нашли последний покой. Говорит, что самая старая надгробная табличка датируется 1901 годом. Но постепенно история стирается из памяти горожан. Кладбище сейчас заброшенное. И такое удручающее впечатление. С одной стороны, тишина, благодать, большие красивые деревья. А с другой стороны, здесь собираются всякие непонятные личности. И местные жители, как я знаю, не жаловались даже в Акимат. Говорили о том, что им тут мешают спокойно жить. Ну и мы, собственно, это видим. Местных жителей соседство с могилами не особо удручает. Гораздо больше волнуют мусор и грязь, которые остаются после случайных посетителей. Здесь живем с детства. На могилках здесь жить не страшно. Единственное то, что здесь наркоманы ходят, алкаши. Только их боимся. А так ничего страшного нет здесь. В этой части кладбища мы обнаружили настоящую мусорную свалку. А здесь люди разводили костер прямо на могиле. И вокруг очень много покореженных надгробий, которые давно уже никто не навещает. Земля под кладбищем все еще государственная. Нас, правда, заверили, что коммунальные службы Акимата Медеевского района периодически мусор убирают. Но кто уследит за местом, которое большей частью уже давно заброшено? А эта неизвестная могила расположилась прямо на заднем дворе дома. Жильцы говорят, соседство давнее. И живые и мертвые друг другу не мешают. Римма Горынина живет в этом доме с самого рождения. Говорит, что землю ее бабушки выдали в совхозе Луч Востока, где она выращивала огурцы и патиссоны. За могилами вокруг дома она ухаживает много лет и никакого дискомфорта для себя не видит. У меня два деда фронтовика здесь лежат. Если тут вот говорят, сделать парк, что-то там снести, я против. Это моя... Тут, вы знаете, у нас пыли нет, у нас тишина, птицы поют. Фазан прилетел. Вот бегает кеклик этот. Белки скачут, сороки, дроздики. Тут, не знаю, тут райское место. Ну и что, что кладбище. В Акимате Медевского района нам рассказали, что не раз возводили ограду вокруг кладбища, но каждый раз ее сносили неизвестные. Последнее захоронение здесь было 45 лет назад. По закону, кладбище может стать парковой зоной. И такое предложение поступало от горожан. Когда-то из-за того, что кладбище нигде официально не значилось в базе, здесь стали выдавать земельные участки. Поэтому мы видим, что здесь есть и дома. Сейчас начала свою работу комиссия. Она все выяснит, кто законно строился, кто незаконно. Но это работа не одного дня. В комиссию обещали включить как местных жителей, так и тех, чьи родные покоятся здесь. Их мнение будет учитываться в первую очередь. Жанна Арканафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал, Евразия. А теперь о ситуации в области Абай. Пожарные продолжают бороться с огнем. По данным оперативного штаба, сейчас населенным пунктам ничего не угрожает. Удалось остановить пламя в 30 километрах от города Семея. Сейчас основные работы по тушению пожара идут в селах Поднебесная, Жерновка, поселке Шульбинск и в Каштагском лесничестве. Между тем, полным ходом идет расследование по факту халатности. Кого из чиновников намерены проверить, расскажет мой коллега Ринат Абдулкоемов. Голые деревья и выгоревшая земля. Вот что оставляет после себя огонь в области Абай. Эти пугающие кадры сделаны специально. Каждый должен увидеть и понять масштабы трагедии. На рубежах огня настоящие герои. Каждый из них. Они делают все, чтобы обуздать и потушить пламя. За распространением огня наблюдают с воздуха. Благодаря этим данным контролируют ситуацию. С 6 утра сегодня сбросили около 650 тонн воды. Работают пожарные и на земле. Сегодня основные силы брошены в направлении Каштагского лесничества. В упорной борьбе время на разговоры с близкими приходится выкраивать. Все хорошо, нормально, да. Только вот приехали. Сейчас отдыхаем чуть-чуть. Так в условиях бескомпромиссного противостояния огню пожарные общаются со своими семьями. Получается редко. Но эти минуты они считают самыми ценными. Переживают, конечно, волнуются. Что иногда бывает, даже связи нет, мы не можем дозвониться. Звоним, стараемся их успокоить, что переживать сегодня не надо. Трудности в тушении пожара есть. Однако это не останавливает спасателей. Затрудняет, во-первых, это рельеф местности. Где-то он песочный, где-то, ну, конечно, не мешает. И получистая местность есть. Трудности есть, но мы стараемся их как-то объехать. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе пожарных предотвратить дальнейшее распространение огня удается. Сегодня о том, как проходит расследование, рассказал заместитель генерального прокурора Жандосу Миралиев. Заведено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Их причастность до конца не обозначена. Однако известно, что в списке тех, кого будут допрашивать, бывший министр ПЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, глава области Абай Нурлан Уранхаев и Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. В рамках расследования данного уголовного дела будут обозначены круг всех должностных лиц, которые недобросовестно, безответственно относились к своим обязанностям. Но я вам заверяю, что в рамках данного уголовного дела все причастные лица, должностные лица, все, кто не принимал соответствующие меры, они однозначно будут привлечены к ответственности. Тем не менее, прокуроры приоткрыли завесу тайны и рассказали, какие версии поджогов они расследуют. Первая версия – это умышленный поджог в целях реализации лесного фонда. Вторая версия – это, может быть, неосторожное обращение с огнем, это человеческий фактор. Ну и третья версия, конечно, не исключаем и природный характер. Пожару в области Абай приковано внимание депутатов Мажелиса. Во время сегодняшнего заседания Нуртай Собельянов адресовал свой депутатский запрос премьер-министру Алихану Смаилову. Народный избранник предложил меры, которые, по его мнению, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем. При резервате семей Урманы должно быть специальное подразделение для борьбы со стихийными бедствиями, оснащенное всем необходимым оборудованием, в том числе дронами для наблюдения за состоянием лесного фонда. Необходимо усилить меры социальной поддержки работников лесного хозяйства, в том числе производить регулярное повышение заработной платы, а также обеспечить сотрудников специальной одеждой и оборудованием. Также депутат отметил, что необходимо увеличить численность личного состава МЧС, дополнительно осносить ведомство спецтехникой и решить вопросы социального обеспечения сотрудников гражданской защиты. Перечисленные меры Мажелисмен назвал неотложными и требующими срочного решения. Ринат Абдулкаюмов, Максуд Сарабаев, область Абай, Первый канал, Евразия. С пятичная коробка, вибромоторы смартфона и батарейка. Это все, что потребовалось шестикласснику из семьи, чтобы создать умную мышь. Устройство оснащено виброкликом, благодаря этому им могут пользоваться незрячие люди с нарушением моторики. Сначала инновацию внедрили в обычную компьютерную мышь, затем в беспроводную в планах у школьника сделать так, чтобы кнопка при нажатии не только вибрировала, но и издавала звук. Есть и другие идеи. Хочу улучшить как-нибудь разработки, чтобы, получается, левая и правая кнопка разной мощностью работали и сделать какой-нибудь регулирователь, чтобы мощность менять. Над Smart Mouse Арсенали трудился два дня и делал ее для конкурса, который, кстати, выиграл. А потом и еще один. Слава о чудо-мушке растет, многие хотят ее купить. Иностранные аналоги стоят около 50 тысяч тенге и выше. Цена на казахстанскую мышку будет ниже. Себестоимость первого экспериментального экземпляра составила 21 тысячу тенге. Следующие будут дешевле около 15 тысяч, так как многие инструменты покупать уже не потребуется. Можно мы вас купим? Я говорю, нет, это наш проект. То есть мы хотим теперь с этим проектом дальше развиваться, то есть найти инвесторов, соответственно, выпускать. В школе говорят, что Арсенали может собирать эти мышки с закрытыми глазами. Не мудрено, ведь он увлечен механикой с пяти лет и уже два года посещает школьный этикружок. Специально для него и еще одного школьника здесь закупили набор. Ардуино, светодиоды, панели, дополнительные платы, паяльную станцию и отдельный паяльник с мультиметром. Вернулись с триумфом коллектив легендарного государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац завоевал гран-при международного театрального фестиваля «Байкальский талисман», который проходил в Иркутске. Зрители и гости фестиваля тепло и восторженно принимали спектакль «Алдар Хосе» в постановке известного казахстанского режиссера Есляма Нуртазина. А коллеги и специалисты отметили высокую профессиональную работу артистов. Артисты нашего театра представили на фестивале «Культуру Казахстана», познакомили международное театральное сообщество с казахским народным творчеством и внесли свой вклад в укрепление дружбы между народами. Спектакль закончили древним казахским обычаем – шашу. Отмечу, в этом году свои спектакли показали 17 театральных коллективов из Беларуси, Монголии, Якутии, Казани, Рязани, Москвы, Абакана, Кемерово и других городов. Форму для национальной сборной Казахстана на Олимпийские игры в Париже будут разрабатывать и шить отечественные дизайнеры. Об этом сегодня заявила заместитель председателя комитета спорта Айгуль Бектенова. Напомню, на зимние игры в Пекине для спортсменов форму представил российский производитель. В нынешнем году это будут казахстанские дизайнеры. Среди них проведут конкурс на лучший концепт. Почему среди казахстанских дизайнеров это не разыграть? Это же очень интересно в рамках креативки все это сделать. Поэтому сейчас мы разрабатываем положение, условия конкурса. Когда мы презентовали зимнюю олимпийскую форму, ее признали самой лучшей. И мы думаем, что мы сможем повторить, даже превзойти. А для казахстанских брейк-дансеров и скейтбордистов сошьют другую форму. Так как эти виды спорта пришли из субкультуры и имеют свои особенности. Конкурс на лучший дизайн объявили сегодня. Обещают учесть пожелания самих представителей этих видов спорта. Как люди творческие, свободные, мы любим форму посвободнее. Это надо, чтобы были штаны такие, чуть-чуть пошире. Ну и футболочка. Ну и плюс, чтобы не было слишком много каких-то логотипов, рисунков и так далее. Какая-то символика наша казахстанская должна быть, чтобы было видно, откуда мы пришли. У отечественных производителей появилась уникальная возможность заявить о себе на всю страну. Первый канал Евразии объявляет конкурс «Сделано в Казахстане». Вы представители малого или среднего бизнеса и прежде не размещали рекламу на республиканском телевидении? Этот конкурс – замечательный шанс. Заходите на наш официальный сайт www.1tv.kz и заполните заявку. В ней расскажите о своем бизнесе, какие технологии используете, социальные или экологические инициативы поддерживаете. В общем, все, чем вы отличаетесь от конкурентов. Цель проекта – поддержать предпринимателей, которые по тем или иным причинам не могут разместить рекламу своей продукции в эфире казахстанских телеканалов. Победителя выберет специально созданное жюри. Ну а призом станет рекламный ролик о вашем бизнесе, который снимет и покажет в эфире Первый канал Евразии. Конкурсные заявки принимаются до 1 июля 2023 года. Напомню, заполнить их можно на нашем официальном сайте www.1tv.kz. Покажите свой товар или услугу всей стране. Это прекрасная возможность привлечь внимание миллионов казахстанцев и в очередной раз доказать, что у нас много поводов гордиться тем, что сделано в Казахстане. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания. В Караганде солнечно, 26 градусов выше нуля. В Жизказгане воздух прогреется до плюс 32, ясно. В Павлодаре небольшая облачность, плюс 25. В Кокшитау также 25 градусов тепла, малооблачная. В Петропавловске без осадков термометр покажет плюс 26. В Костанай 28 градусов выше нуля, пасмурная. В Актубе облачная погода, плюс 32. В Уральске также преимущественно облачно, плюс 32. В Атарау воздух прогреется до плюс 36, пасмурная. В Актубе небольшая облачность, плюс 28. В Казларде 36 градусов со знаком плюс, ясно. В Туркестане солнечно, плюс 39. В Шемкенте дождь, плюс 36. В Таразе переменная облачность, 34 градуса тепла. В Талдокургане плюс 27, малооблачно. В Кунаеве осадку ждать не стоит, плюс 32. В Семее плюс 24, ясно. А в Усть-Каменогорске 25 градусов выше нуля, солнечно. В Алматы переменная облачность, плюс 31. В Астане термометры покажут плюс 25, без осадков. Семенке дождь, плюс 44. Субтитры создавал DimaTorzok